доброго времени суток дорогие друзья передача откровенный разговор продолжает цикл программ про афганистан афганская неделя и в рамках этого цикла мы поговорим с ведущим экспертом по вопросам безопасности грузинского центра стратегического анализа джесак наши пригласы приветствую мы поговорим про грузинский военный континент который был размещен в афганистане который оттуда уже выведен сегодня хотя есть граждане грузии но эти граждане грузии не являются военнослужащими там еще остаются граждане грузии об этом мы тоже поговорим а пока в двух словах для тех кто не в курсе для тех кто не совсем разбирается в том что произошло хотя все стали экспертами по афганистану просто напомню одну вещь очень важную вещь во первых военная операция в афганистане началась с одобрения софт без овоз резолюция 1386 после 11 сентября во вторых военная операция и пребывание войск и иностранных держав на территории афганистана не является оккупацией потому что талибы на тот момент не были законно избранной властью а законно представляли интересы афганистана северный альянс так называемый которые являлись союзниками в данном случае войск нато которые осуществляли операцию в операции принимали участие кроме членов альянса нато очень много стран в том числе и грузии азербайджана малайзии корейдах и в операции принимала участие нужно хорошо это понимать и россия в определенное время предоставив военную базу для переброски военных грузов мульяновский поэтому когда сейчас говорят ах афганистан оккупировали афганистан а американцы ушли из афганистана ну давайте оккупировать это военный термин четкий юридический так вот давайте будем просто юридически корректно теперь дальше это про юридический теперь про грузинский континент вот грузинский континент появился в афганистане фактически две тысячи второго года началась операция оснасти и обучим и эта операция принципе была как раз таки мая две тысячи второго года была направлена на подготовку военного континента в афганистан ваш вопрос такой мы могли отказаться в принципе сказать мы не будем участвовать в этой международной операции ну да конечно же могли дело но я думаю что это было очень разу разумное решение и мудрое даже я больше скажу что это было мудрое вещь и потому что там в течение всех этих лет когда наши военные там были участвовали вместе с коалиционными силами некоторых операциях да они получили очень очень серьезный опыт не только как себя вести военных ситуациях но и опыт правления там опыт всего там очень большой опыт они получили я думаю что самым мудрым одними из самых мудрых решений было это то что мы должны были принять участие как бы я например считаю что со стороны американцев это было не очень мудрое решение со стороны скажем так международного сообщения потому что это не было решением только американцев международные силы по содействию безопасности и сам но что касается нас я тоже с тобой согласен что в общем то у нас особого выбора не было потому что но участвовать в такой операции если ты член международного сообщества это было просто долгом и обед и кроме этого извините я прерываю кроме этого нашего они получили очень серьезный опыт и этот опыт так легко не приходит и сам понимаешь и все эти ребята которые там побывали я думаю что они на цену золота как говорится все они после этого ваша ты один из немногих моих друзей которые побывали в афганистане побывали в афганистане правда там не служил ты был там с инфекционными поездками я участвовал в тех мероприятиях которые в которых были задействованы чем занимались наши военные с 2010 года это сколько понимаю они располагались провинции дельмент которая наиболее опасное направление потому что этот центр производства наркотиков да 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 и не только дело и не только как бы там как тогда говорилось да там как бы был центр талибана и все время ситуация была накалена знаешь как афганцы да сами по себе очень по моему мнению да они лучшие партизанские воины вообще в мире потому что партизанскую войну они умеют лучше всех вести и выходя из этого да там серьезных больших сражений потому и не было потому что у них тактика такая партизанская тактика они заходят на территорию там какие-то провокации устраивают и потом быстро же уходят и исчезают очень-очень умело это все делают и для этого у них там все приспособлено дело у них там были подземные какие-то ходы устроены какие-то пути отхода так что было очень трудно даже когда ребята американцы даже уходили вместе с нашими ребятами да они когда контролировали это все и расчищали как бы эти территории никто не знал на каковое время они там уходят то есть там когда они уходили они брали с собой и пищу и по и припасов на столько чтобы максимально максимально много их выбрали так что даже на месяц чтобы это хватило потому что настолько это было большое управление этих всех ходов там подземных так что ситуация была вот такая наш такой вопрос ты знаешь вот до вплоть до таракта 2014 года если не ошибаюсь когда был подрыв особых потери у нас у нас были я сейчас тебе объясню да были такие столкновения где наши потери не были и немного я отступлю от темы афганистана да ну не совсем отступлю то есть в афганистане нас очень уважало тамошнее население самые афганцы потому что когда я приехал в афганистан у нас была большая встреча с американскими военными и они как бы нам показали они хотели нам как сделать приятное и они нам показали облицк где была я все время это вспоминаю было написано ну по-арабски конечно же нам переводили несколько самые сильные завоеватели кто смогли завоевать афганистан и один из них был наш грузинский царь георгий 11 который еще 1703 он был в составе персидского он конкретно афганистан дело он конкретно афганистан он был как бы правителем афганистана который покорил как по их мнению их уже мнению афганистан покорил он на десятки лет пока его не убили потом но вместе с тем вместе с георгием да уж всегда грузины участвовали и тогда и сегодня в каких-то коллекционных будучи в составе будучи в общем то не мы не были в составе персидской империи мы были саталитами поэтому участвовали во всех этих походах персидских шахов и и они до сих пор полную эту нашу отвагу от у наших там на братьев да и как то я не знаю почему ну было несколько по моему было несколько аспектов почему они всегда афганец афганцы то есть всегда пытались обойтись стороной те места где были дислоцированы грузины это было одно то что исторический там все помнят дюджиев они нас называют дюджи они говорят что великие воины гюрджи в этой истории я не хочу выйти так что вы хвалю своих ребят просто так они говорят и второе главное все эти наши ребята еще начиная не только с афганистана и в ираке я и там побывал в ираке то наши ребята выделялись как бы тем что у них было всегда хорошие отношения с населением вот в афганистане например все время когда мы выходили там смотреть чекпоинты или патрулировать данные приходилось патрулировать с нашими ребятами просто было интересно и проверяющим там правильно да 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 и я вместе с тем и проверил как на сколы насколько это все хорошо делается и насколько там соблюдается все меры безопасности все время когда мы выходили на какие-то вылазки из базы гагиева все время собрали ребята все время брали с собой очень много воды там вода ты понимаешь очень проблематично до пресная вода воду они брали очень много пресно и шоколады из сухпайок много шоколада брали по дороге когда встречали там или детей или каких-то там представители населения они все время дарили им это все и им это все нравилось и как бы этим они уважение одно из факторов я так думаю того что они уважали и не хотели с нами портить отношения было это но кроме этого везде куда мы не приходили там встречались там я несколько месяцев там пробыл и нам приходилось встречаться с вместе с американцами там и с их ними религиозными представителями и не только из военными и все время нам когда им говорили что мы из грузии они все время как бы вот восхищена говоря гурджи гуче как будет для них мы были как бы ну луном то есть как нормально нормально хорошие отношения было между а там я в данном случае ты там были белыши тоже по-моему ф MRI это нормально это хорошо то есть это очень было важно так насколько я понимаю то есть поставоп на партизан а вы два местное население в основном да в основном местное население да и там была очень трудно разобраться кто-то на ли банда кто не Кто просто там, к слову, там... Во вчерашней передаче говорил как раз Нодар про это, что 23,7 была власть Талибана все время в Афганистане, то есть один час, когда патруль был этих, ИСАФ, это Международные силы содействия безопасности, а 23 часа и 7 дней в неделю это была власть Талибана. Это так, это так, и больше того, и те люди, которые были там с американцами, большинство из тех людей, которые были с американцами, они все болели все-таки в сердце, все болели за Талибан, так что то, что сейчас американцы оттуда вышли и там Талибан взял большинство территории, это не новое дело. Так что не надо из этого драматизировать что-то, потому что и то, что американцы там зашли, они взяли сторону одной из сторон там между собой воюющих, да. И там у афганцев самих там ситуация такая, что у них это все не так, как у европейских или даже у нас, да, у них по-другому все это. Это все обстоит так, что там правительство, не бывает такого вечного правительства, там есть какие-то лидеры, которые имеют свои группировки и они контролируют какие-то территории. Вот как, например, сын знаменитого панджирского льва, да, он взял... Ахмад Шах Масуд. Да, Ахмад Шах Масуд, да, его сын тоже Ахмад Шах, он взял и просто пошел в свое ущелье и сказал, что ребята, я вам не подчиняюсь, и вот, если хотите, воюйте со мной. Это у них каждый дневный вариант. Саша, понимаю, с чем дело. Там ведь как? Там ведь афганцев, как таковых, это афганцы собирательный образ, это гражданство. Афганцев, как таковых, не существует. Существуют пуштунцы, существуют таджики, существуют узбеки, существуют хазарейцы. Ахмад Шах Масуд вообще, он таджик. А Талибан, Талибан это пуштунское движение. То есть Талибан это не интернациональное движение. Сейчас у таджиков появилась Ацарула, это тоже исламское движение, но таджикское. Вот они сприснутся, потому что Талибан с таджиками воевать не будет. Хотя в свое время, скажем прямо, в свое время вот и Ахмад Шах Масуд, и Хикбатиар, и генерал Дустум, это узбеки, они же захватили власть в Кабуле, прогнав тех, которым помогали Шураве, на Жибулу и так далее, да? Они же захватили власть в Кабуле, они же устроили там гражданскую войну. Они же там камня на камне не оставили. Талиба встречали как освободителей, потому что наконец-то порядок, наконец-то мир. Мир, мир. Они хотели мира. Но что произошло потом? Талибы, никуда не лезли, талибы были на своей территории. Хотя их не признавали, понятно, потому что был Северный Альянс, они были признаны. А потом произошла следующая вещь. Когда случился теракт 11 сентября, Бен Ладен был в Афганистане. Американы потребовали его выдать. Его не выдали. В итоге получилось вот то, что получилось. Хотя вот я, ты знаешь, что я не понимаю одной вещи. Вот наши там патрулировали. Был смысл вообще в том, что наши там делали? Келла, если смотря, с какой стороны мы посмотрим, я могу тебе ответить на этот вопрос с той стороны, что для наших военных, еще раз я скажу, это был... Это был опыт, да, это понятно. Опыт патрулирования, опыт там еще чего-то. Не должен патрулировать, Гелла. Я не хочу, чтобы вышло так, что я не хочу уменьшить тот вклад, который наши ребята внесли. Немного отступлю, опять же, от темы. Еще при иракской коалиции наши там были, и нам не доверяли. Не очень там доверяли. И нам давали только зеленые зоны. То есть те зоны, которые не обстреливаются. И там, ну, просто фактически наши ребята там отдыхали, грубо говоря. Но там случилась такая ситуация, что наши ребята очистили одно из поселений, которое никак не могли взять ни американцы, ни... А в Ираке. Да, в Ираке еще. И наш батальон зашел, там очистили. Американцы были просто удивлены, потому что они не думали, что мы настолько хорошие военные, и можем так хорошо воевать. И после этого дело уже категорически они изменили свой подход к нам. И уже в Афганистане во все красные зоны, которые должны были хорошо охраняться, или было там очень большое скопление талибан, они все время везде брали наши грузинки. Понятно. Но при всем при этом, Лаша, смотри. При всем при этом, вот я не знаю, ты помнишь этот таракт или нет на базе? Да, конечно, там мой друг был, там тот, кто больше всего выделился, да, Коба Ахулидьян, и он мой очень близкий друг, он в наше время, когда я работал, был шефом спецназа у нас военного, и он там был, и наши ребята там очень серьезный отпор дали, и я могу на эту тему еще распространиться немного. То, что талиби на нас напали, это было случайностью, в смысле в каком? Они не знали, что наши ребята, там была ротация, и зашли наши защищать уже эту базу, и это им не было известно. И они думали, что нападали на коалицию из французов и итальянцев, понимаешь, Гела? И оказались там, оказались наши грузины. И они дали серьезный отпор, дали, и даже, как мне потом ребята рассказывали, они даже людей посылали извиняться, что мы, мол, не знали, что там вы ребята базу. А вот знаешь что, Лаша, я тебе скажу немножко другую вещь, потому что я хорошо помню этот теракт. Может быть, кстати, не может быть, так оно и есть, скорее всего, и были какие-то взаимные извинения, потому что были какие-то взаимоотношения и так далее, но перед самым терактом был выпущен клип. Это может быть совпадением, но я не верю в совпадение. Был выпущен клип, где под музыку, это важно, значит, говорилось о том, что вы грузины-крестоносцы, и мы вам отомстим за то, что вы воюете с мусульманами. Я попросил сделать анализ этого клипа, попросил сделать анализ этого клипа людей, которые хорошо знают ислам. Я ислам тоже в какой-то мере изучал, но я не считаю себя специалистом по исламу. Однозначно был вывод, этот клип сделан не мусульманами. Просто, ну, не может мусульманин такой клип сделать. И музыка там была, и слова, которые там были. Я это все помню. Этот клип не был сделан мусульманами. Теперь, значит, у меня сразу же возник вопрос, а кто мог сделать этот клип, кто мог устроить, ведь там талибан, талибы, вот эти комбатанты, партизаны, это же все разрозненные группы, там не было единого руководства. Да, там никогда не было и не будет. Там спецслужбам какой-нибудь страны подкупить определенную часть, чтобы устроить... Конечно, без вопросов. Было без вопросов. Кстати, так вообще действуют вот эти террористические ячейки, которые есть. Это спецслужбы, там у них везде внедрены агенты, и везде это делают. И вот у меня сразу же возник вопрос, а какая страна могла это сделать? Ну, мы опять... Ну, нет, ну, я ничего не говорю. Давай оставим это открытым. Но, опять-таки, ты понимаешь, в чем дело? Нет, это... Но то, что клип сделан не мусульманином... Да, это самое... Ты понимаешь, в чем дело? Он может быть человек с мусульманскими корнями какими-то, но он не мусульманин. То есть, и тем более не талиб. Потому что у талибов там очень строгие каноны и так далее. Поэтому, вот это очень интересный момент. И все-таки, то есть, патрулирование и охрана караванов. Не только дело, не только. После, вот я рассказывал, просто мы переключились на другие темы. После иракских вот этих наших шествий, да, там был командиром батальона Сулханишвили был таким, потом он еще стал шефом бригады. Его назначили, его наградили даже медалью Конгресса за ту отвагу, которую... Не только его, всех-всех наших военных, которые там участвовали в Ираке в этой очистке, да. И после этого американцы и англичане, и немцы, когда выходили на какую-нибудь серьезную операцию, да, группа быстрого реагирования, они все просили, чтобы была грузинской. Они не доверяли никому, кроме грузинских военных, на эту ситуацию. И то, что у нас не было потери, это было благодаря профессионализму наших военных, и Бог их хранил тоже, потому что там ситуация такая, дело, что завтра что будет, сам не знаешь, человек. Но я не хочу прибеднить те достижения, которые были у наших военных, дело, они не только базы охраняли, они участвовали во всех серьезных, во всех серьезных, там, каких-то операциях, которые проводили, особенно американцы, особенно американцы любили... Это элемент имеется в виду, да? Да, да, да. Особенно американцы любили брать в защиту грузинов, то есть брать группы... Закрывать тыл? Да, да, закрывать тыл, и этот тыл должен закрываться, всегда должен был закрывать грузин, потому что я на нескольких таких операциях, когда я там пребывал, там были какие-то операции, я не могу сейчас это в эфире говорить, какие были, и заходили, когда американские военные заходили, они говорили, быстро реагировали, какой страны, Грузии, ну тогда не будем об этом беспокоиться. То есть они настолько доверяли нашим ребятам, что все просили, и американцы, и англичане, и немцы, в основном они все это сделали, там, серьезные операции делалось этими тремя странами, и все они просили наших, даже американцы, в моем присутствии, когда я там был, они просили, чтобы мы выслали им как минимум один, ну как бы спецназовца, как минимум человек 100 выслали спецназовцев, потому что они говорили, что у вас очень сильная команда пехоты, так что вы грузины, ваши пехотинцы наилучшие в мире. Они так говорили, я сейчас не хочу, чтобы... Ну, бога рады сейчас, ты что услышал, ты говоришь, мы сейчас живем. Да, 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 я передаю эти слова, которые они сами говорили, и это факт, это все знают, что там очень серьезно ценили наших военных. Наши военные сейчас чем занимаются, которые там были? Ну, они сейчас вернусь на дислокацию, на своей базе. По самому, фактически служат, то есть, фактически все там же остались на месте или мы уволили кого там? Да, все там же. Не, не, которых уволили, некоторых выслали из-за того, что, ну, уволили из-за того, что за какие-то политические там взгляды, ну, я не знаю, я не хочу сейчас политику влезать, когда мы говорим об Афганистане, но факт тот, что не все ребята, которые там были, особенно те, которые занимали высокие посты, ну, сейчас... Нет, ну, просто понимаешь, в чем дело, Алаша, что получается? Получается очень интересная вещь. Примерно, нет, в два раза дольше были, был вот этот, международные силы содействия безопасности были в два раза дольше в Афганистане, чем советские войска. Я не сравниваю, в Гогораде, но потери, да, если их брать, потери несоизмеримо меньше у международных сил, нежели у советских войсков. У нас тоже, если взять все грузинские потери, которые были при русских и сейчас, это вообще не сравнимо. Не сравнимо, а почему так? Ну, как тебе сказать? По-моему, по-моему, да, тактика у них же различная, очень различается между собой, да, и американцев, и русских, да. Американцы более на технологические варианты там делают упор, да, там самолеты, бомбардировка. Не, ну, а русские тоже, русские бомбардировали так, что стирали вообще кишлаки снизу землю. Да, как раз, как раз в этом есть разница, что американцы не кишлаки там стирали, да, а американцы конкретно те точки стирали, которые пока по информации разведки, где и были эти талибаны, это раз. Второе, там меры безопасности намного, намного выше, чем у русских военных. И это не новое, и это все знают, что у американцев меры безопасности на первом месте. И потом все, там очень опытные военные, там все военные, которые там в Афгане были, они были чересчур опытные, которые проходили несколько таких конфликтов, и у которых за спинами было серьезное военное, серьезный военный опыт. Они-то нештабные, штабные были, они как бы войнами. И выходя из этого, вся планировка всех операций вела очень скульптурную, скульптурную лез на дело. Развитка работала просто удивительно. И выходя из этого, потери всегда были. И у коалиции, и у нас тоже, у грузинов, да, все потери. Большинство, наши ребята, потрогались на так называемой Айди, да. Айди, это самодельная бомба. Да, на мины, на самодельные мины, да, Гила? И это тоже как бы потому, что, наверное, что-то там у нас были пробелы. Наверное, я не хочу сейчас... Ну, пробелы были, конечно, нет, но вообще, понимаешь, Лаш, на самом-то деле, это немножко была странная война, потому что вот ты говорил о боестолкновениях и так далее, но война, где старались друг друга не убивать, так выходит. Ну, да, да, да. Знаешь, как, самое главное, знаешь, что, Гила, никто не любит об этом говорить, но это была война взяток. Я тебе прямо скажу, я сам несколько раз присутствовал, когда вот... Да, ну, смешно, но это так, Гила. Одна из европейских стран, я сейчас не буду называть имя специально, да, взяла под защиту один из чекпоинтов, да, и после этого, после этого другая европейская страна зашла, и на второй день их так обстреляли, у них были такие потери, и что оказалось, вот первая европейская страна хорошо платила за то, чтобы на них не нападали, а вторая просто скупилась платить. Она посчитала, что, ну, как-то неприемлемо платить, и их каждый день обстреливали. Я сам присутствовал несколько раз на одном из чекпоинтов, так называется, да, база там, маленькая база, мы поднялись там, и там ситуация была такая, что горный был рельеф, и там еду доставляли самолетом и скидывали эту еду. И ночью это все происходило там. И ночью ракетную, когда выстрелили, да, американцы, да, там сожгли плантацию какую-то там. И приходит человек, я сам делаю, конечно, делаю, там же у них сельскохозяйство, это мак. А там только мак и плантации есть. В основном сельскохозяйственные, это только мак, у них мак. И приходит какой-то человек, говорит, что вот там тамошний муфт, да, если я не ошибаюсь, который регионом заведует, передал вам ребята, что вот вы там сожгли там их какие-то плантации, и он, если вы не возместите эти все убытки, он объявит вам джихад, и будет война. И американцы вообще ничего не думали, сказали, ладно, сколько вам надо за это, и все. И заплатили, и никакого джихада не было. Вот я прямо тебе скажу, да, это там был очень, каждый дневный вариант, да, покупалось... А мы умели лучше договариваться с афганцами, чем... Ни нас денег не было, била. У нас то, что денег не было, знаем, но мы же были все-таки в составе коалиции, союзники должны были помогать мне. Да, я вам, я тебе как раз вот эти две, вот про те две, два аспекта я тебе рассказывал, выходя из которого, нам было очень легко договариваться с ними, да. Мы все время давали еду, там, шоколады, там, воду. Это само собой, да, я понял, но... Но некоторые не делали этого, била, знаешь, что надо смотреть? То есть некоторые члены коалиции, да, не делали этого. Кроме этого, наши ребята, да, наши ребята, когда кто-то там заболевал рядом, там, в кишлаке или там в регионе, да, они всех лечили, заводили к себе на базу, и это было очень нормально. Ну, конечно же, они со мерой все были там учтены, там, в безопасности, но они лечили этих людей, понимаешь? И за благодарность за это всегда последний момент, вот, если бы было у них выбор, был бы, да, они, конечно же, не базу грузинов выбрали, потому что какой-то там, как бы почетный... И мы договорились нормально, очень хорошо, даже лучше американцев, которые платили за это. А были люди из официальных властей, которые с нами официально сотрудничали, или все они были наполовину талибами, наполовину официальных властей? Ну, пока их устраивало, они все были за нас, а когда их не устраивало, вот это и вся фишка там, что когда их это устраивает, да, они всегда за тебя, а когда их не устраивает, они сразу же твоими врагами становятся. Они жили своей жизнью и так далее, ну, и поживут своей жизнью раньше. Конечно. Ложа, вот ты что думаешь, ты рад, что ушли оттуда международные силы по содействию безопасности? Да, Гила, я думаю, что да. Они должны были уйти оттуда. И должны были уйти, наверное, уже давно. Давно они должны были уйти. Я думаю, еще при Обаме они должны были оттуда уйти. Я так думаю. Да, ну, они, понимая, в чем дело, вот для меня было непонятно. Ясно было, что, допустим, Бен Ладан, да, они это при пещере Турабора, там вот они вот это зачистили все, вот это Аль-Каиду разгромили. Потом отдельно еще Талибан разгромил исламское государство, ИДИЛ. То есть Талибан еще переехал через них, просто уничтожил страну. Конечно, конечно, конечно. В Аблинестан. В какой-то момент Талибан был союзником Миронных сил в содействии безопасности в войне против Альгии. Да, да. Я же тебе это говорю, когда их это устраивает, они не соперничают с тобой. Когда им это устраивает, да, они дружат с тобой. Вот это самое трудное дело. Когда мы выходили на патрулирование или на какую-то операцию, было труднее всего, что ты не знал, кто твой враг. Когда их не устраивает, они могут просто тебя взорвать так, что не подумают. Понятно. Но при всем при том, слава Богу, да, конечно же, наши потери, каждая жизнь человеческая, она очень важна. И те ребята, которые там погибли, вечная им память. Но слава Богу, что они были, в общем-то, относительно небольшими. Конечно, я очень сожалею и хочу выразить соболезнования их семьям. Они делали большое дело для Грузии. Несмотря на то, в какую ситуацию они погибли, для меня они все всегда останутся теми людьми, которые прославляли страну и делали одно из самых больших дел. Конечно, они делали большое дело для Грузии, потому что, будучи там, они фактически обеспечивали поддержку здесь. Если бы у нас не было бы такого большого и могущественного врага, который в любой момент может на нас напасть, и он на нас напал так, можно было бы говорить о том, что вообще зачем нам это нужно. А тогда, я думаю, что сейчас уже задним умом легко говорить, а тогда не было у нас альтернативы. Тогда у нас это был единственный шанс как-то зацепиться и какую-то систему безопасности себе создать. Конечно, Гила. И потом, они, эти ребята, все те ребята, которые там служили, они как бы были нашими послами по всему миру. Да, сейчас любой из членов той коалиции, которая была в Афганистане, знает, кто такие грузины. Это раз. И знает, что наши ребята, хорошие ребята, которые умеют воевать. Это очень, очень дорого стоит. Ты сам понимаешь, Гила, да? Они как бы подняли на нашу планку выше, намного выше, Гила, чем это все было. Ну что ж, будем надеяться, хотя тут надежды мало, но будем надеяться, что больше никогда не потребуется вводить туда международные силы содействия безопасности. На самом-то деле, если честно, вот это, скажем так, то, что пребывание там, в том числе и наших ребят, прежде всего главной выгодополучательной мы были Россия и Иран. Конечно, Гила. У них бы были проблемы у Грузии, проблем бы не было. Я почему рад, еще почему рад, что оттуда коалиционные силы ушли, да? Сейчас больше проблем появится у русских и у Ирана. Я не говорю, что там война начнется, но мы об этом говорили, да? Там наркотрафик будет, там будут какие-то ячейки появляться, да? И головная боль поднимется, больше головной боли будет у России. И сейчас пусть посмотрят, да за брюхом есть. И, пускай, вот все это время, ту энергию, которая тратилась на нас, может быть, хотя бы часть они перенесут туда. Ну, хотя бы, я думаю, что маленькая, но часть они перенесут все-таки. Ну, не будем сейчас очень надеяться на то, что это чем-то нам поможет, потому что вот как раз вот этот афганский вариант нам еще раз показал, что свое надо делать самому, и надо надеяться на кого-то. Вот там были американцы, они думали, что они же не всегда там будут, и эта коалиция не будет, да? Это еще раз нам показало, что все те проблемы, которые есть у нас, у страны Гела, их мы должны сами решать. И не должны мы эти проблемы оставлять нашим детям, чтобы они потом решали. Это мы должны все. Абсолютно с тобой согласен. Огромное спасибо, Илаша, за очень интересную беседу. Спасибо тебе, Гела. Огромное спасибо, дорогие друзья, что были сегодня с нами. Всего доброго и до новых встреч. Субтитры создавал DimaTorzok